Спина. Больная тема, наверное, со времен, когда человек обрел способность к прямохождению. Вы уделяете этому много внимания. Возникали ли у вас проблемы с вашей шеей и спиной? Ну, что я могу сказать? Смотрите, я говорю, что боевыми искусствами я занялся намного раньше, чем... Надо снять часы, а то они постоянно пищат. Это кардиомонитор. Я сниму его, и он отключится. Боевыми искусствами я занялся намного раньше, чем стал заниматься медициной серьезной. И, соответственно, что из этого сам следует? То есть я долгое время занимался, как занимается большинство молодых людей, не уделяя должного внимания профилактике спортивного травматизма, профилактике профессиональных спортивных заболеваний и вообще зожу как таковому. Почему? Потому что молодому море по колено, все мы здоровы, когда мы молоды, нам кажется, что мы будем жить вечно и все такое. И хочу сказать, что до момента окончания мединститута у меня прострелы в шее и в спине иногда бывали. Они бывают у каждого человека. Какое-то неловкое движение, особенно после большой нагрузки физической какой-то, на следующий день или через день бац, и прострелило. Но с тех пор, как я стал, как я разработал и стал практиковать различные методики по профилактике спортивного травматизма и профессиональных спортивных заболеваний, а также по профилактике осложнений остеохондроза, восстановлений и реабилитацию после травм, спортивной патологии, износа преждевременного, напорно-двигательной системы. Все. У меня, вот мне 44 года, из 22-23-24 лет, я уже не помню, у меня не было ни прострелов никаких, ничего. Правда, это не просто так дается. Есть специальные методы, которые, кстати, у меня в открытом доступе, большинство можно найти на каналах на моих, на YouTube-канале и так далее. Кстати, к вопросу про блоги, да, YouTube – это тоже прекрасная форма ведения видеоблогов, тоже я давно веду. Вот. И на «Доктор Шилов» можно найти, и на моем основном канале, на «Михаил Шилов» есть, есть плейлист «Доктор Шилов», и там есть информация. Много очень видео по поводу профилактики спортивного травматизма и так далее. Есть и платные методики. Я являюсь сам непосредственно потребителем тех услуг и тех методов, которые я разрабатываю. Обучил я тысячи, это без преувеличения людей, этим методам, и отзывы исключительно позитивные. Но я говорю, что это в основном методы не лечения, а методы профилактики. И профилактики, во-первых, как проявление всех этих негативных вещей, а также методы профилактики рецидивов самой патологии. То есть, когда патология вылечена, чтобы она повторно не проявила себя, вот есть методы, направленные на предотвращение этого. Поэтому эти методики вполне доступны всем, потому что лечить каждого человека надо уникально и в отдельности, а вот профилактировать можно унифицированными методами. Как вот унифицированно может быть утренний гимнастик. Понимаете, не надо для каждого человека ее делать уникальную. Вот так и методы профилактики спортивного травматизма, тоже они и различные патологии опорно-вертной системы. Они могут быть не уникальными, а унифицированными. Конечно, есть определенное ударное, как говорится, воздействие на какую-нибудь определенную часть или сегмент, в зависимости от того, на что больше акцент в своих тренировках делает сам человек, больше ли нагрузка на руки, на ноги, на тазобедренный сустав, на спину, на шею и так далее. Просто добавляются определенного рода упражнения, в дополнение к основным каким-то комплексам. Ну вот я говорю, что так как я являюсь потребителем своих же разработанных методов по профилактике, нет у меня никаких проблем ни шеи, ни спины. И вам я тоже желаю, чтобы у вас таких проблем тоже не было.